ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пострадавшие в пожаре в общежитии Начебрикова идут на поправку. Большинство из них уже готовятся к выписке. Сегодня в городской больнице номер 4 их навестила заместитель главы Сочи Ирина Романец и начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян. Сегодня Светлана чувствует себя гораздо лучше, а накануне волновалась не столько за себя, сколько за парализованную мать. Это было страшно. Что-то мне еще за маму я очень переживала. Самое главное. А потом уже, когда все стало вроде нормально, я потом сама очень почувствовала плохо себя. Когда приехали, они прям стеной стояли, сразу определяли, куда кого. И здесь тоже очень внимательные. Спасибо им огромное за все. Очень хорошо. Сегодня спасибо врачам, говорит и Антонина Касаткина. Вчера у девушки был день рождения. Вышло так, что уж точно – второго рождения. Очень быстро привезли в больницу, все очень быстро привели в себя. И все хорошо, прям на удивление. Так-то уже нас выносили, конечно же, меня почти без сознания выносили. Без дома, с третьего этажа. Как отмечают сами пациенты, они получили качественную и скорую, и стационарную помощь. Справиться с пережитым стрессом им помогают психологи. Побольше пить жидкости обязательно. Говорить лечащему врачу, если тревога усиливается, если плохо спите. Ну, в крайнем случае, успокоительные препараты на ночь хотя бы. Побольше общайтесь с родственниками, с друзьями общайтесь. Не с вашим событием, которое случилось, а просто общайтесь о благополучных каких-то моментах. Сегодня большинство погорельцев готовится к выписке. В палатах интенсивной терапии и реанимации остаются пять человек. Состояние больных в наших абсолютно не вызывает никаких опасений. Жизни ничего не грозит. Единственное, что нас, так скажем, озадачивает, но это совершенно нормально, это обострение хронических заболеваний, которые имеются у нас у тех людей, которые у нас относятся к средней степени тяжести. Состояние ребенка, находящегося в 9-й городской больнице, за прошедшее время стало лучше. И тоже будет готовиться ребенок к выписке. После выписки пациенты отправятся либо к родственникам, либо в пункт временного размещения. Он развернулся в пансионате Нева. Там для их размещения готово все необходимое. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. На Кубани утвердили план завершения строительства домов, сроки сдачи которых сильно затянуты. Речь о жилых комплексах с долевым участием. И в большинстве случаев по ним уже разработаны дорожные карты. Об этом сегодня говорили на совещании в администрации края. Заседание провел губернатор региона. Навстречу пришли обманутые дольщики и главы городов, которых насчитали больше всего долгостроев. Это Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск. Работой по решению проблемы Вениамин Кондратьев остался недоволен. Работа по выходу из этой ситуации, по достраиванию домов, В целом, как сегодня эту ситуацию закрыть на уровне муниципальных образований, коллеги, и на уровне края, я хочу сказать так же, ведется крайне неэффективно. Это правда. Слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достраивать. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, как краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия в доме достроя. Напомню, Владимир Путин уже поручил правительству разработать механизм, который позволит полностью отказаться от долевого строительства в России. Из бухгалтера в сыровары. На Кубани популярность набирает семейный фермерский бизнес. Таким предприятиям в регионе оказывают господдержку. Многие отказываются от привычных профессий и с головой уходят в сельское хозяйство. На одном из таких небольших предприятий побывал губернатор Краснодарского края. В Красноармейском районе обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона. Подробности у наших краснодарских коллег. Превратиться из бухгалтера в сыровара Ульгу Гольман заставили лихие 90-е. Вспоминает, что тогда в кризис считала любую копейку. Чтобы прокормить семью, решила рискнуть и заняться бизнесом. В 97-м пришла идея открыть частную сыроварню. Теперь в год здесь выпускают до 80 тонн сыра. Для меня был вот этот сыр первый, чечил, вот такой. А потом уже и сумму гуни. На предприятии Ольги Гольман трудятся только родственники. Дочки и их мужья. От дома до работы две минуты ходьбы. Цеха производства и хранение продукции находятся тут же, в одном дворе. Именно формат небольшого семейного бизнеса это будущее для кубанских станиц и хуторов, уверен губернатор края. Во время посещения Красноармейского района Венимин Кондратьев сначала заехал к сыроварам из Старой Нижестеблеевской. Губернатора пригласили к столу. Не сложно было угадать, чем угощали. В неформальной беседе глава региона затронул очень важную тему – помощи фермерам в сбыте продукции. Своего заместителя Кондратьев попросил продумать такой механизм. Сулугуни, бренд за зелью, рулеты. Рулеты как сулугуни. Вы правильно говорите, вы сказали, что это маленькое производство. Вот здесь, чем больше у нас будет маленьких производств, тем быстрее у нас всегда дадут большое краевое производство. Но надо всегда помнить, что наш селянин с рабочими руками, с желанием трудиться, и если ему дать возможность, мы получим очень существенный, серьезный доход и в муниципальный бюджет, и в краевой. Главное дать возможность таким, как вы, делать свои маленькие производства. Небольшим фермерским хозяйством всегда было сложно конкурировать с крупными агрохолдингами. При этом в качестве их продукция ничуть не уступает. Чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, фермеры объединяются в кооперативы. На Кубани таким хозяйством выделяют дополнительную поддержку. На одной из подобных организаций сегодня побывал губернатор. В кооперативе из 10 человек выращивают индеек. Здесь же из мяса делают полуфабрикаты, которые поставляют в торговые сети Краснодара. Переработку сделали небольшую, сейчас посмотрите. Ну, хотим расширяться. Андрей Николаевич сказал, грант получишь. Коллеги, вот кто везет, тому нужно и давать. Не так часто у нас сегодня на Кубани можно встретить хозяйство, которое занимается индюками. Нужно почувствовать рынок и смело в него шагнуть. И тогда на самом деле рынок улыбнется. И с экономикой будет все нормально. И на самом деле нишу займете, которая у нас сегодня не настолько сильно занята с индюшинным мясом. Если вы туда первые зашли, то, естественно, вы и победителями там и будете. Переработка сырья – это следующая ступень, на которую должны встать как можно больше сельхозпроизводителей. Кубань может и должна обеспечивать собственной готовой продукцией региональный рынок. Об этом Вениамин Кондратьев говорит на производстве риса. Здесь наладили полный технологический цикл. От выращивания культуры до ее переработки. Сегодня самое главное, что вы делаете, это добавленную стоимость. Пытаемся собирать полностью. Собираете полностью. И не пытаетесь, а собираете полностью. Конечно, доводите уже свой рис до конкретного потребителя. Минуя стадию посредников, что для нас сегодня принципиально важно. Чтобы сегодня сельхозпроизводитель ушел от этой посреднической линии и сам перерабатывал то, что производит. Это принципиально важно. И сегодня мы максимально сельхозпроизводителей на это нацеливаем. Но в то же время необходимо перестать зависеть от поставок зарубежных семян. К примеру, посадочный материал для свеклы почти полностью импортный. Кукурузы наполовину. В условиях санкционных войн производство собственных семян становится задачей стратегической. Мы уже выделяем меры государственной поддержки только на приобретение элитных семян именно отечественной селекции, кубанской селекции. А если мы оказываем господдержку, абсолютно я согласен. Да, только на эти семена. Вот тогда эти сельхозпроизводители должны брать семена у наших селекционеров, у наших. Я имею в виду, что кубанских. А если они берут за рубежом, то деньги на зарубежные семена мы, коллеги, тратить не будем. Поддерживать импортную селекцию мы не будем. На Кубани намерены развивать не только селекцию зерновых культур, но и заняться созданием питомников для садоводства и виноградарства. Этот вопрос уже вышел за рамки региона. Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора о создании научного питомниководческого центра в Краснодарском крае. Собственный посадочный материал и господдержка при его закупке в том числе должна помочь и развитию небольших фермерских хозяйств. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Красноармейский район. Во время рабочего визита в район Вениамин Кондратьев по традиции встретился с местными жителями. Главе региона задавали вопросы о благоустройстве улиц, улучшении водоснабжения, строительстве новых детских площадок. Многих родителей волновал вопрос обновления школьного автопарка. Так, например, на уроке в ход арк-реку на автобусе добирается около 200 учеников. Однако состояние школьного транспорта оставляет желать лучшего. По поручению губернатора новый автобус на условиях софинансирования с краем приобретут в начале следующего года. Всего же до февраля 2018 в регионе заменят порядка 160 школьных автобусов. В Сочи в субботу ограничат движение транспорта на время шествия казачьего парада. 18 ноября по центральным улицам курорта пройдет торжественное шествие казачьих расчетов. В связи с этим с 9 до 11 часов будет введено временное ограничение движения транспорта. Движение будет ограничено по участку улицы Театральная. От Зимнего театра до пересечения с курортным проспектом на самом курортном проспекте улицы Паярка и Несебрская, а также по прилегающим улицам. Слют Союза казачьей молодежи прошел в Сочи. Ученики классов и групп казачьей направленности, а также представители районных казачьих обществ собрались в Доме культуры юбилейной. 27 сентября в Краснодаре прошел учредительный съезд Союза казачьей молодежи Кубани. На нем был подписан протокол о создании регионального общественного движения. По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, он поспособствует подготовке высококвалифицированных специалистов для государственной службы и развитию казачьего детского и молодежного движения. Основная задача, которую выполняет Союз казачьей молодежи Кубани, является организация в каждом муниципальном образовании Краснодарского края отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Непосредственно сегодня мы находимся в городе Сочи. Здесь избран и утвержден руководитель муниципального отделения, это Бобкин Данил Петрович. Главной задачей Союза – патриотическое воспитание молодежи, приверженность идеям возрождения казачества, развития интереса к воинским традициям кубанского казачества, духовности и готовности к служению Отечеству. Сейчас в Союз казачьей молодежи входят представители семи казачьих кадетских корпусов и порядка трех с половиной тысяч учащихся казачьих классов. В городе Сочи 2146 учащихся в группах и классах казачьей направленности, из них 689 обучаются в казачьей школе. Самое ценное, что в крае всего 25 казачьих школ, одна из них – это наша десятая школа. В Сочи казачье войско не только несет службу по охране общественного порядка, но и является главным помощником в воспитании подрастающего поколения. Кстати, в этом направлении курорт – лидер среди других муниципалитетов в крае. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Поторопился и вынудил надолго опоздать другого. В сети появилось видео ДТП, которое накануне произошло в Дагомысе. Это перекресток Батумского шоссе и улицы Ленинградская. Внедорожник пытается успеть проехать на желтый сигнал светофора и сбивает на зебре мужчину. Тот мог бы избежать столкновения, но в суете делает шаг назад, попадает под машину. Пострадавшему пытаются помочь очевидцы. Как стало известно, мужчина был госпитализирован и прооперирован. Очереди стали меньше. МУП «Водоканал» продолжает прием абонентов по вопросам начисления оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения. Одновременно работают более 30 специалистов. Время приема продлено, включая выходные дни. Именно эти меры уже позволили сократить очереди. Кроме того, горожане по-прежнему могут обратиться в «Водоканал» через официальный сайт предприятия. Какое количество абонентов уже передали свои данные и будет ли начислена пеня за просрочку, расскажем далее. В 10 утра в очереди у Центра оказания услуг МУП «Водоканала» стоят не более 30 человек. А еще несколько дней назад очередь выходила за пределы территории предприятия и насчитывала сотни абонентов. Люди шли, стояли часами, по 5 часов и так далее. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Людей гораздо меньше. Я хотел бы отметить, что помимо того, что людей меньше, мы принимаем сегодня, скажем, поток увеличен в два раза. На сегодняшний день работает 16 окон. И это тоже способствовало тому, что сократили поток населения. 16 окон только в Центральном районе. Подразделения предприятия открыты в Адлере, Дагомысе и Лазаревском. Одновременно с абонентами работают 32 специалиста МУП «Водоканал». Кроме этого, еще три недели назад появилась возможность обратиться в «Водоканал» через интернет с помощью личного кабинета на сайте предприятия. Но такой вариант, как выяснилось, подходит далеко не всем. Мне нельзя сделать, потому что у меня документ, надо там подписать мне все. Ага, то есть только лично. Конечно. Это лично надо все. Бумага такая, что и там и штамп надо поставить, и расписаться. Все переделать документы. ООО «Водоканал», теперь МУП «Водоканал». Оплатить я в Сбербанке не могу, потому что у них нет еще этих данных, я пыталась. У меня не приняли оплату. Вот приходится, теперь здесь, конечно, неудобно очень. Мне нужно отдать акт пломбировки горячей воды. То есть это только в живую очередь можно? Только в живую очередь можно. Через Польшу, через личный кабинет. Пробовали, нет? Пробовал, спасибо, не получается. Так надежнее. Специалисты МУП «Водоканал» напоминают, что продолжается прием коллективных заявок от жильцов многоквартирных домов через ТОСы и управляющие компании. В числе тех, кто не торопился с передачей данных в МУП, оказались сочинцы, дожидавшиеся окончания судебных разбирательств. 12 октября суд подтвердил правомерность расторжения аренды с ООО «Сочи-Водоканал». После этого еще тысячи абонентов передали свои данные, но их не успели внести в октябрьские квитанции. Сегодня база уже составляет 180 тысяч абонентов и продолжает расти. Обратиться в МУП «Водоканал» можно в будни в подразделениях во всех районах Сочи. В центральном офисе на Гагарина, 73, посетители принимают также по субботам с 10 до 16 часов. В МУП «Водоканал» принято решение, пока процесс корректировки показаний не завершится, не начислять абонентам пеню за просрочку платежей. Сочинский союз журналистов подвел итоги своей работы и обозначил цели на 2018 год. Цифровая революция изменила социальную роль журналиста, да и сами медиа. Новые технологии привели к радикальным изменениям в медиасфере. Поэтому Союзу нужна модернизация. Такие задачи стоят перед руководством организации. В мае этого года новым руководителем Краевого отделения Союза журналистов стала Диана Горбань. Диана Горбань высоко оценила работу Сочинской первичной организации и отметила, что именно на нее могут равняться коллеги в Крае. На сегодняшний день перед Союзом журналистов стоит немало задач по улучшению работы и привлечению молодых специалистов. Еще один важный аспект – это открытость организации. Должна быть открыта финансовая деятельность Союза. И я считаю, что об этом нужно отчитываться, доводить до членов Союза. На что прожит год, как мы его прожили, на какие деньги, какие гранты мы привлекли. Сегодня в Сочинском Союзе журналистов состоят 60 телевизионщиков, сотрудников радиостанций и печатных СМИ. На сегодняшнем заседании в ряды профессионалов медиаотрасли приняли еще трех новых членов. Кроме того, пишущая братья, как называют сами себя сочинские журналисты, приняла специальную петицию об уважительном отношении к своей профессии. В Сочи открылись почтовые пункты доброты. Теперь у каждого школьника есть уникальная возможность написать письмо с самыми искренними пожеланиями. Сколько уже удалось собрать посланий и кому они адресованы, узнаем у Татьяны Говорковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы учащиеся в первой гимназии. Мы хотим вам вручить эти письма, прочитав их, чтобы вы скорее поправились. Для пациента больницы Александра Жданова сегодняшнее утро началось необычно. Вместо людей в белых халатах к нему пришли воспитанники сочинских школ и не с пустыми руками. Ребята молодому человеку пожелали скорейшего выздоровления, подарили познавательные книги и вручили письма доброты. Очень приятно, если честно, что наша молодёжь, вот это вот поколение, видно, что они заботятся о старших и хотят, чтобы меньше людей попадало в больницу. Письма добра и книги сегодня получила и Татьяна Сухорукова. Гостей она сегодня не ждала, но, увидев в своей палате школьников, была приятно удивлена такому вниманию. Неожиданно, очень приятно, потому что находишься в таком положении и такие случаи неожиданно. Для всех, наверное, каждое заболевание, любого человека с любым заболеванием, это неожиданно и неприятно. И, естественно, когда попадаешь в такую ситуацию, ты больно и горько, это очень приятно. Акция «Почтовые пункты доброты» – новый для города социальный проект. Он стартовал в начале ноября. За первые дни удалось собрать несколько сотен писем, и каждое послание нашло своего адресата. Суть этой акции заключается в том, что в каждом образовательном учреждении устанавливается почтовый ящик, который любой желающий, любой школьник города Сочи может опустить письмо, адресованное пациентам сочинских больниц. Когда все письма нашли адресата, ребятам провели экскурсию по лечебному учреждению. Школьники даже побывали в кабинете главного врача. Часть из них станет докторами, которые в последующем кто-то вернется в свой родной город оказывать помощь и работать врачом, кто-то уедет в другие города. По словам организаторов, акция «Почтовые пункты доброты» станет ежегодной. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Муниципальная программа по установке воркаут-площадок выполнена в полном объеме. Их установили в этом году во всех четырех районах города, включая сельские зоны. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей. Подробности в сюжете Елены Овсециной. Несколько лет назад воркаут, по-другому его называют городскую фитнес, стал особо популярен среди молодежи. В интернете появились ролики, в которых ребята демонстрировали то, что можно делать на обычных турниках. И это стало почти пособием для любителей уличной гимнастики. Учились друг у друга, каждый хотел придумать какие-то новые упражнения на турнике. Просто, да, это общение с ребятами, возможно, что-то нахожу в интернете. В основном это, конечно, общение, скажем так, с профессионалами. Такое увлечение ребят поддержал глава города Анатолий Пахомов. И горкаут площадки стали появляться то в одном районе города, то в другом. Но не только подростков привлекают уличные спортивные городки. 63-летний Игорь Комаров, любитель велоспорта, занимается здесь тоже. И своим соседям советует брать с него пример. Когда входишь в ритм, ждешь каждое утро, чтобы встать и пойти позаниматься спортом. Это уже как необходимость. После спорта, вы сами понимаете, какая-то вот легкость, радость. И чувствуешь, что ты живешь, ничего не болит. Это хорошо. В нынешнем году было установлено 86 воркаут-площадок. 12 из них в городской черте и 74 в сельской местности. Конечно, и в Адлерском, и в Лазаревском, и в Хостинском районе. Но в сельских округах были построены эти площадки, потому что внутри районов эти площадки существуют, а в сельских округах их не было. И именно глава ставил акцент на то, что площадки должны быть построены в сельских округах. В селе Прогресс, что недалеко от Мацесты, тоже можно теперь заниматься воркаутом. Ребята пока еще только осваивают новую уличную спортплощадку. Таких в Раздольском сельском округе уже семь. Его руководитель уже пообещал школьникам пригласить известного в городе воркаутера, например, Илью Подкользина, сбытки, чтобы он провел для местных мастер-класс. Огромная польза от воркаутов для детей. Дети, тренируясь, отличены от сомнительных компаний и приятных привычек. И вполне возможно, что в будущем такие уличные тренировки приведут их в мир профессионального спорта. Сколько же людей в Сочи занимается воркаутом, подсчитать достаточно сложно. Площадок много, они открытые. И любой желающий, будь то подросток или пенсионер, может потренировать свои мышцы, используя турник, брусья или шведскую стенку. Воркаут – любительский вид спорта. Больших затрат не требует, но увлекает. Все больше мальчишек приходит на специализированные площадки. Например, только в Лазаревском районе их в этом году построено 36. Конечно, после Олимпийских игр наш город навсегда имеет почетное звание города Олимпийского. И теперь нам просто некрасиво, неприлично, не модно быть неспортивными. Конечно, прогресс идет большой. Детей, молодежи много. В школе у нас есть детская площадка. Спасибо администрации города и администрации края. Есть пластивная площадка, новая оборудована, но далеко здесь место для этого микрорайона. Она была как бы жизненно необходима. В Адлевском районе установлено 34 площадки для занятий воркаутом. В Хосинском – 13 и 3 дополнительно к существующим в центре Сочи. Конечно, жители сел благодарят городские власти за внимание. И теперь молодежный воркаут стал гораздо популярнее других видов спорта. В Сочи подвели итоги фотоконкурса, приуроченного ко Дню города. Награждение победителей состоялось в Музее истории города. В Сочи – город-праздник. Этой теме был посвящен третий городской фотоконкурс. В нем приняли участие любители и профессионалы, которые запечатлели в кадрах самые интересные моменты из жизни курорта. Это концерты, праздничные парады, карнавал, духовные литургии, конечно же, всемирные мероприятия, хоровые игры, фестиваль молодежи и Кубок конфедерации по футболу. На выставке представлено более 60 работ, а всего приняло участие в конкурсе более 20 фотографов. И они прислали на конкурс более 200 работ. Поэтому часть из этих работ будет представлена в мультимедийной выставке, которую мы с вами увидим на больших экранах, размещенных в городе Сочи, рядом с художественным музеем, рядом с органным залом. Участвование 13 лучших фотохудожников прошло в зале, где открылась выставка «Сочи – город-праздник». На ней представлены экспонаты, рассказывающие культурную историю города, начиная с 70-х годов и по сей день. Все участники конкурса получили благодарственные письма. Лучшими в номинации профессионалы стали Виталий Пустовалов, Сергей Лисицын и Сергей Азаров. Среди любителей дипломы получили Александр Мишин, Руслан Ярошенко и Андрей Сизов. Их работы будут переданы в фонд «Музей истории города». Победителей фотоконкурса еще ждут награды. Их фотографы получат 17 ноября в зале органа и камерной музыки. От возраста до жития к возрасту счастья в Сочи сегодня открылся слет народных университетов. Большой форум, который объединил людей старшего поколения, проходит в Сочи уже в третий раз. И ежегодной площадкой для сбора единомышленников становится Санаторий знания. Расскажет Ольга Десятого. Около тысячи гостей из 70 регионов страны, в том числе и самых отдаленных. Например, только из Сахалина приехала делегация из 36 человек. Слет народных университетов, который ориентирован на людей старшего поколения, проводится уже в третий раз. И каждый год площадкой для многочисленных семинаров, лекций и мастер-классов становится Санаторий знания. Участники слета – это руководители и представители народных университетов, активисты общественных организаций, волонтеры и сами люди старшего возраста, занимающие активную жизненную позицию. На Большом форуме они будут обсуждать лучшие образовательные и просветительские российские и зарубежные практики в работе со старшим поколением. Очень много новых вопросов, интересных, уже заслуживших признания в том или другом регионе. А целый ряд проектов вышли на федеральный уровень. И руководители, авторы этих проектов расскажут о своем опыте, поделятся своими наработками. Изменить отношение к возрасту 50+, рассказать и доказать, что этот период – не закат жизни, не возраст дожития, а возраст счастья. Такова цель слета народных университетов. Люди старшего поколения должны иметь право получать дополнительное образование, активно участвовать в общественной, творческой, культурной жизни. Представителей серебряного возраста нужно не просто развлекать, а вовлекать в решение важных, в том числе государственных задач. А для этого крайне важно наладить диалог поколений. Меня, как, наверное, и очень многих, не устраивает, что происходит сегодня с диалогом поколений. 60% считают, что у нас есть конфликт поколений. Это достаточно высокий показатель конфликта генности. И надо разбираться, почему он такой высокий. Слет народных университетов продлится 4 дня. За это время свои лекции и мастер-классы для людей старшего возраста абсолютно бесплатно проведут более 30 спикеров. Уже второй год подряд в программе слета так называемый «Сочинский день». Своим уникальным опытом, в том числе вовлечении людей серебряного возраста в волонтерскую деятельность, поделятся самые активные местные жители счастливого возраста 50+. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на сегодня все. А наши новости уже на сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...